Украинские и российские СМИ воскресили новость более чем полугодичной давности о наказании за критику власти в Украине. Так, украинский сайт «Антикорс» с ссылкой на украинские онлайн-издания «Новое время» и «Униан» опубликовали информацию о том, что в Раде зарегистрирован законопроект о лишении свободы на срок до трех лет за критику власти. Позже это распространил и ряд российских СМИ. В тексте говорится о том, что депутат Константин Матейченко предлагает наказывать за критику власти. Законопроект номер 2225 предлагает внести изменения в Уголовный кодекс Украины, согласно которому за умышленные действия по подрыву авторитета государства и власти будет усилено наказание. На самом деле сообщение о законопроекте появилось еще 1 марта 2015 года на том же сайте «Антикорс». Напомним, что уже на следующий день, 2 марта после критики со стороны общественных организаций, депутат отозвал законопроект. Тогда об этом написали почти все украинские СМИ, в том числе тот же «Униан», на который и ссылается «Антикорс». Сам депутат отмечал, что данный законопроект не предусматривал наказание за критику власти, а ставил целью наказание за надругательство над государственными символами. У российских СМИ все еще наблюдаются трудности с переводом английского на русский, особенно когда дело касается американских официальных лиц. Так, на сайте информационного агентства «Регнум» 3 ноября появилась статья с названием «Заявление Кэрри США признали свое поражение на Украине». В ней утверждалось, что государственный секретарь США Джон Кэрри сделал сенсационное заявление о необходимости предоставления некоторым районам Донбасса особого статуса. По мнению автора материала, Вашингтон таким образом согласился с федерализацией Украины. Вашингтон подтвердил то, на чем с 2014 года настаивала Россия и к чему с августа месяца от секущего года присоединился ЕС – Берлин и Париж. А именно, что Украина должна быть федерацией, говорится в статье. Однако не совсем понятно, в чем заключается проигрыш США, ведь ключевые тезисы, провозглашенные Джоном Кэрри, полностью соответствуют минским договоренностям. Также стоит напомнить о том, что сама Россия, как неоднократно заявлялось, не является стороной минских договоренностей, поэтому не имеет никакого отношения к особому статусу Донбасса. Российские и сепаратистские СМИ распространили новость о том, что 72-я отдельная механизированная бригада вооруженных сил Украины якобы самовольно оставила место постоянной дислокации, готовит поход на Киев и государственный переворот. Так сайт Украина.ру пишет, в Киев с целью проведения митинга недоверия Порошенко и его власти собираются военнослужащие 72-й бригады. Они якобы планируют 8 ноября провести митинг у здания Верховной Рады, требуя денег и освобождения украинского политика Геннадия Корбана, которого в сообщении называют куратором бригады. Новость распространила так называемая пресс-служба ЛНР, ссылаясь на некий источник в бригаде. Она же сообщила, что Корбан якобы лично оказывал материальную помощь для офицеров и солдат 72-й бригады и выделял не менее 50 тысяч евро из личного кармана. Однако эту информацию не подтвердили ни украинские источники, ни официальные органы. Пресс-служба Министерства обороны Украины прокомментировала СтопФайкорг эту ситуацию. Эта информация абсолютно не соответствует действительности ее бригады. Расположение является военной тайной, а солдаты находятся на своих местах и выполняют поставленные им задачи. Кроме того, 8 ноября – это воскресенье, и Верховная Рада в этот день не работает. Также нет подтверждения тому, что Корбан лично финансировал 72-ю бригаду. На данный момент политик находится в Днепропетровске под домашним арестом. А у истории с фальшивым заявлением президента Польши Анджея Дуды появилось продолжение. 26 октября, спустя неделю после появления ФЭКа с его придуманной цитатой о готовности забрать обратно земли Западной Украины, один из самых уважаемых журналов Польши, Ньюзвик, опубликовал статью об этом. Автор материала приписал о создании этого ФЭКа украинским СМИ. И хотя эти слова никогда из уст президента Дуды не звучали, а на польском телевидении этот материал никогда не показывался, эта новость на прошлой неделе жила своей жизнью и моментально разошлась по украинским СМИ. Процитировала ее хотя бы уважаемый ресурс Union.net, говорится в материале. Однако это неправда. Стопфейк уже разоблачал эту неправдивую новость и сообщал, что агентство Union не было источником этой информации. И кроме того, этот фейк не распространялся в украинских СМИ. Стоит отметить, что после письма Стопфейк в Ньюзвик автор статьи извинилась, а само издание внесло изменения в текст материала и опубликовало опровершение. Это был выпуск Стопфейк Ньюз. Комментируйте, ставьте лайки и делитесь этим выпуском на своих страницах в соцсетях. Предлагайте, о чем бы вы хотели увидеть выпуск, а также присылайте нам информацию, которую стоит, на ваш взгляд, проверить, на почту или через форуму сообщить о фейке. Вы можете перечислить средства на наш счет, который находится на нашем сайте в разделе «Поддержать проект». Увидимся через неделю. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...